итак мы школе деревьях в латвии и два дня говорили игр о деревьях и дзидра и эстонцы и литовцы и норвежцы поляки все вместе искали деревьях климат меняется деревья для нового климата если так можно сказать игорь у вас тоже был свой список и свои деревья которые вы хотели бы или думали что они могли бы сейчас новому климату который вас в москве весом живете он поменялся за эти два дня или как он список не поменялся но скажем так вот по итогам оказалось что 7 из 10 позиций одни совпали с общим списком который мы получили как резюме но к этому надо относиться достаточно аккуратно это наш прогноз а как это обернется в будущем мы пока не можем знать и конечно же виде этот список я понимаю что это позиции не равные между собой это не значит что вместо одного дерева мы можем смело посадить другое потому что каждый объект он имеет свои уникальные условия и по климату и по своим условиям произрастания по антропогенной нагрузке и самое главное по своей собственной идентичности дзидра список ощущения после двух длинных дней я хочу сказать то что мне понравилось что мы в эти оба дня смотрели со всех сторон в первый день когда мы говорили о даже о белках бабочках о птицах я поняла что мы не можем что мы люди большие нам нельзя принять какой-то топ не несмотря на то что им важно когда мы смотрели из-за из спектра проблем как которые потом появляются с деревьями тоже мы сделали выводы что нельзя смотреть только из эмоциональной стороны которая всегда у нас присутствует и мой топ тоже половина его эмоциональная потому что я люблю клён обычный люблю его осенью люблю его когда он цветет но когда мы складывали это как пазл и все эти нюансы маленькие птички проблемы то что нравится тогда он более такой объективный но всегда все равно субъективным не совпали 6 из 10 я очень рада но я исходил из своей из своей точки зрения из того что мне нравится в деревьях вообще у меня самому меняется то как я выбираю деревья для посадки от того что раньше все таки это зависело от покраски осенью или цветов или и многие ландшафтные архитекторы учатся и какие например я этот пример был где половину там новый проект большой кварталы улице и все такое что все серебристом или все в желтых оттенках или все в красных и такие концепции принципе с климатом с теми изменениями с маленьким бюджетом и все остальное принципе не правильные если мы после двух дней посмотрели сколько проблему деревья сколько разных ситуаций и так далее грунт насколько важен и все остальное то мы не можем проектировать красный или желтый или серебристый город но это происходит и поэтому например поляки говорили что по их оценке только 10 процентов от посаженных деревьев могут вырасти большими потому что они находятся в своем месте в своем грунте своем освещении вода климат все остальное да это очень верное замечание мы пришли сейчас к тому моменту когда декоративный принцип подбора ассортимента в планке дизайне он уходит должен уйти нет мы не можем от него отказываться потому что мы создаем эстетическую среду но он перестает быть главным он перестает быть в первой позиции у меня трудно это было и я думаю у многих может быть и те кто смотрят это чуть-чуть о чем подумать вечером или ночью когда нету сна о том какие приоритеты они с климатом они должны меняться и у нас в голове конечно но дело в том что фитоценотический принцип подбора он в общем-то рассматривается не только последнее время вообще-то это тема поднималась еще в начале прошлого века когда создавались экологические каркасы вокруг городов и уже тогда разговор шел о том что мы должны создавать устойчивое насаждение природа подобного характера потому что человек не может создать природу да как бы он может стараться он может только стараться ей подражать но уже тогда куда же речь а больше 100 лет до редко получится и совершенно правильное замечание о том что не все растения достигнут вот этого своего величия когда потом в учебниках запишут что дуб это растение которое живет тысячу лет не все же дубы доживают до этого возраста потому что динамика развития насаждений это не развитие отдельного дерева это изменение всех элементов всех кустарников всех соседних деревьев которые в результате вот этой своей внутренней конкуренции полностью меняют пространство и растительное сообщество поэтому когда мы подбираем растения мы должны руководствоваться вот этим самым фитоценотическим принципом создание устойчивого насаждения а устойчивость это прежде всего не стабильность о которой мечтают архитекторы когда нарисовали дерево и думать что она одинакового размера в течение этих самых тысячи лет а стабильность заключается в в этом самом развитии и вот если мы это развитие знаем как оно происходит то тогда мы живем в полном гар полной гармонии с окружающей природой игорь еще у нас тут появились две такие дороги куда идти и я хотел бы узнать вашу это конечно крепкие даже агрессивные деревья мы говорили что это один такой способ или дорога куда идти там например есть города и страны где нельзя сажать рубином все докацию кверку сырую робуры а церна гондо агрессивные деревья там же бетулы или березы и тополя как вы думаете есть место у нас для очень агрессивных деревьев которые запрещены например это самая литва норвегия где уже таких деревьев можно вырубить когда угодно кто кто-либо сажать нельзя мое мнение заключается в следующем я считаю что человек который допустил распространение вот таких инвазивных видов он совершил большую ошибку потому что инвазивные виды прежде всего дают невозможным развиваться местным видом но и среди местных видов есть достаточно агрессивные растения вы совершенно правильно говорите о том что береза как пионерное растение она способна заполнять пространство но в том-то и дело что это всего лишь навсего в природе развитие березового леса это маленький период жизни мы это конечно люди в процесс в размере человеческой жизни воспринимаем как 100 лет да как целый процесс сложный но глобально развитие березового леса и смены его другим типом она очень короткая и об этом тоже надо помнить тут вот мы должны четко подразделять где природа а где урбанизированные территории где человек обитает и как мы в природе робинью и кверку с робу рубра нельзя ни в коем случае в городе в городе можно но опять-таки например я против даже в городского распространения инвазии клёна ясенелистного от сорнегунда это просто растение у нас у вас он повсюду и он он агрессивничает не только в деревьях он агрессивничает в кустарниках цветниках и это просто невозможно что-то с ним сделать и мне когда я был в москве доказала что у вас фракцинус пенсилваника бетала и клёна на года что и на гондо особо надо в кустах изгородях и так далее это последствия того что его сажали десятилетиями 50 лет назад а вот и дело в том что как раз таки непонятно сажали ли его или не сажали вообще ведь изначально клённый гунда появился в оранжерее ботанического сада санкт-петербурга его содержали как теплолюбивое растение в горшке и только потом когда его стали выносить на улицу как подстановочную культуру вдруг оказалось что он дает жизнеспособные семена которые способны прорастать после промерзания зимой и таким образом повысилась его зимостойкость и еще самое интересное что у себя на родине в первичном так называемом ареале в америке проростки имеют естественного вредителя микроорганизмы грибы которые поражают зародыши и поэтому он там не получает широкого распространения а в европейской части россии не имеет такого врага в виде гриба он распространяется очень легко и не смогут если у нас есть кварталы где вообще нету растений и там у нас например есть железные станции в риге где он растет отца на гунду вместе где никто никогда не посадил бедер уклон бетон рельсы и так далее но есть там объем большой который создается из этих деревьев из от сорняков но город это по моему тоже если мы хотим зеленого но там другие растения не растет это когда-то может несчастного может прийти через десять двадцать пятьдесят лет что это компромисс даже не гунду в россии в москве опять ну в этом случае я соглашусь на тех территориях где пока не разрушивших на пока нет освоения этот клен может произрастать но если человек начинает осваивать территорию то например они сажать до лучше не сажать и лучше его вырубать то есть должна быть целенаправленная программа но вы сейчас рассуждаете как у нас департамент природопользования в москве он же ведь то же самое говорит мы не дадим вам рубить клен ясенелистный даже если в нашем постановлении создание из охране охране насаждения написано что это инвазивный вид потому что этот клен создает определенную биомассу мы не можем ее уничтожить поэтому до департамент он что люди хотят они хотят фотосинтезис зеленый город и мы должны чуть-чуть снизить может быть наши просьбе что всегда цветах всегда ровные стволы а вот этим я соглашусь потому что вот эта погоня за декоративность за яркими красками она на самом деле не спасает человека не спасает причина тому что у нас так мало хороших и здоровых деревьев может быть она исключен конечно может быть ну вообще на эту тему у меня есть куча разных теорий вот и это мы можем обсуждать о конечно хотит тот может найти и ваши лекции и так далее не тоже хотели бы в риге сделать какие-то лекции если кто-то хочет может в комментариях написать если хотят приглашать игоря в латвию еще раз у вас какие-то есть у вас очень много опыта и мы хотели конечно и в гости к вам приехать не приедем и нас приглашать добро пожаловать ли мы сделаем очень интересную программу поделимся своим опытом покажем объекты которые мы реализовали потому что москва сейчас очень активно строится именно в плане ландшафтного строительства и моя улица и другие такие проекты большие парки которые вы показывали это впечатляет и по моему примером многим городами да кстати говоря в прошлом году москва получила и туристическую награду опять-таки благодаря тому что москва становится более зеленый и даже какую-то дендрологическую награду потому что количество деревьев высаженных по программе улиц это было самое большое за исторический период 10 лет назад я не мог представить что в москве будет сажать деревья 50 60 я тоже не мог не поверите но я тоже не мог быстро это променялось и иногда у нас надо что мы понимали это 2010 по моему или который год в москве был когда у вас горели леса и 2010 года иногда у нас надо просто и последние лето когда было жарко например в европе то что сейчас происходит что тоже не говорят что всех деревьев почти выкуп или из питомников что нет больше чего продавать это показывает что люди хотят сажать деревьях и иногда у нас надо просто какую-то придя вы знаете это это называется катарсис дело в том что великобритания англия признала что они живут в условиях экологической катастрофы и вот это понимание вот это понимание жизни в опасных условиях их привело как раз таки к выводам что надо заниматься экологическими технологиями и посадка деревьев это нашлись для лондона сделать его зеленее и все остальное приоритеты это приоритет о том о чем мы говорим это у нас дома которых мы можем делать красивых и интерьер красивый но все снаружи чтобы это сделать приятного для людей чтобы не хотели жить в городах не выезжать каждую субботу прочь от городов как их сделать таким что у нас хотелось оставаться там приезжать комфортно комфортно и что деревья очень важны для этого и медленно понимаем но может придет что мы все поймем это очень быстро и думаю что может быть этот катарсис только будет такой что почти 90 или больше процентов от всех людей которые гривы в риге живут или в москве поймут что без деревьев не как надо это поставить как приоритет надо найти место с коммуникациями начать говорить как сделать то что деревья тоже коммуникации абсолютно верно и что также как и вода электричество газ деревья у них надо место это их территория и там они всегда должны быть здоровыми большими и пришло это время уже по моему что нет но скоро будет мне кажется как вам кажется мне кажется что мы только в начале пути мы начали пути я думаю что скоро то что мы сделали это топ который нас привела вокруг того что мы искали искали чудо да вокруг я думала очень много будет все таки цветочек 0 только одна дна позиция у нас цветочная там мало 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 с рудольф и что мы опять у истока у тех базовых растений которые наши предки сажали у себя дома интересно у меня интересно что это так оказалось если у вас интересно еще смотрите что мы тут делаем говорим и приезжайте в гости и на русском с игорем сделаем специальный семинар если кто-то еще готов кого-то хотите пригласить да я готов спасибо за приглашение да и приятно что приехали спасибо